Всем привет! С вами Лена и Центр Эдванс. Кем вы мечтали стать в детстве? Космонавтом? Летчиком? Я мечтала о болете и хирургии, но в какой-то момент что-то пошло не по плану. Прошли года, аттестат выдан на руки, и большая часть космонавтов отправилась в цветочный техникум. А потом работа по принципу от каждого по способностям. Детские мечты погрузились на дно Марианской падины. Эх... В этом видео поговорим о призвании. Когда пора задуматься о его поиске? Что может стать препятствием в этом деле? И как получить работу своей мечты? Если вы верно выбрали профессию, значит вы приносите максимум пользы и себе, и человечеству. Эта деятельность доставляет вам удовольствие и вдохновляет результатами. А если нет? Не такая уж скверная на первый взгляд работа становится невыносимой. Но выносить приходится. Ведь кушать хочется. И хочется кушать вкусно. И детям надо на третий в этом году ремонт в классе. Разве можно менять коней на переправе и искать какое-то эфемерное призвание? Можно и даже нужно, чтобы на закате жизни не пришлось осознать бесцельность прожитых лет. А что будет, если не определить свое призвание? Рано или поздно появится подавленность, начнет пропадать интерес к другим занятиям, мотивация будет наладом дышать, а там недалеко и до депрессии. В краткосрочной перспективе человек способен ради закрытия насущных потребностей делать то, что ему не очень нравится. Но в долгосрочной это приведет к выгоранию. Поэтому, если после работы вы выжаты как белье, а в смысле как лимон, и такая ситуация сохраняется уже несколько месяцев, это первый звоночек. Пора пересмотреть свою карьеру и подумать о кардинальных переменах. Смотрите видео до конца. В нем вы узнаете, с чего начать поиски своего призвания. Специалисты из Московского института психоанализа считают, что человек развивается по определенным циклам, которые меняются в среднем каждые 4 года. На самом деле от 3 до 5. Значит, примерно с таким интервалом мы обычно пересматриваем свои взгляды и меняем ценности. На первом курсе вуза будущая профессия воспринималась как карьерный идеал, а к концу пятого все чаще возникает вопрос, как я вообще это мог выбрать? И логично было бы забрать документы и попробовать себя в другой сфере. Но становится жалко потраченных лет, денег, волос и бессонных ночей. Очень страшно сделать шаг в неизвестность в сторону своих истинных желаний, ведь в начале этого пути очень много препятствий. Что мешает начать поиск призвания? Есть топ-5 причин, из-за которых взрослые дяди и тети продолжают работать на нелюбимых работах и теряют интерес к жизни. Пятое место. Престижная должность. Люди готовы класть на алтарь нелюбимой работы свою жизнь ради социального статуса или корпоративных бонусов в виде ДМС или бесплатных обедов. Четвертое место. Потраченное время. Желание что-то изменить есть, но потраченное на текущую работу время перевешивает, иначе придется признать, что эти годы прошли зря. Третье место. Неподходящий возраст. Вот если бы мысли о поиске призвания пришли тогда, когда деревья были большими, разве можно сейчас, когда уже стукнуло 30, 40, 50, делать разворот на 180 градусов и начинать все сначала? Возраст регулярно фигурирует в качестве оправдания страха перемен. Второе место. Большие деньги. Часто приоритеты в выборе профессии расставляет возможный уровень дохода. Кажется, что чем больше платят, тем лучше. Но это не так. Если рабочие обязанности идут вразрез с вашим ценностям, или вы не видите смысла в том, чем занимаетесь, в обозримом будущем это приведет к эмоциональному выгоранию. Никакая зарплата не сравнится с чувством удовлетворения от любимого дела. Первое место. Мнение окружающих. Когда близкий скептично относится к поиску призвания, человеку, зависимому от мнения других людей, сложно сделать первый шаг. На него обрушивается критика, неодобрение. В его способностях сомневаются. Такое отношение со стороны родственников и друзей изрядно заземляет. Если вы уже не первый год грезите о поиске призвания, но дальше фантазии не продвинулись, возможно, дорогу вам перегородила одно из этих препятствий. Здесь должна быть мхатовская пауза. А мы идем дальше. Впереди вас ждут обещанные советы. Или я не обещала? Ладно. Поиск призвания. С чего начать? На протяжении всей жизни мы можем реализоваться во многих сферах. Не обязательно придерживаться одного направления. Ведь потребности, как и мода, имеют свойство меняться. Для начала нужно собрать анамнез. Понять, что вам нравится, заряжает энергией, погружает состояние потока. О котором, кстати, очень много писал Михайчик Сент-Михай, американский психолог и автор теории потока. Особого состояния полного единения с деятельностью или ситуацией. Наверняка есть занятия и сферы, которые вам наиболее интересны. Вот и соберите все в одном месте для дальнейшего анализа. Вооружитесь ручкой и блокнотом и честно ответьте на несколько вопросов. Первый. Чем я хочу заниматься? Перечислите виды деятельности, которые вас привлекают. Зафиксируйте хотя бы 10 пунктов. Второй. Чему я хотел бы научиться? Представьте, что вам выделили грант на обучение. Какие навыки вы бы решили освоить? На данном этапе не думайте о продолжительности обучения, о необходимости работать, чтобы содержать семью, о своем возрасте, в котором уже ничему не научиться. Запишите минимум 5 навыков, которые готовы приобрести. Позже вы сможете изучить учебные заведения или онлайн-курсы, соответствующие вашим запросам. Третий. Что я хорошо умею делать? Выключите внутреннего перфекциониста и выпишите занятия, с которыми хорошо справляетесь. Или почти хорошо. Допустим, я владею десятипальцевым методом набора на клавиатуре, уверенно себя чувствую перед камерой, умею ловить рыбу, готовить голубцы, рыть колодцы, все что угодно. Проведите соцопрос среди близких и друзей. Как говорится, со стороны виднее. Четвертый. Кем я хотел стать в детстве? Порой ответ о призвании можно найти в детских мечтах. Вспомните себя в детстве. Какие занятия вызывали у вас восторг? Зафиксируйте на бумаге не менее пяти пунктов. Пятый. Чем бы я занялся, если бы был неприлично богат? Важно исключить деньги как условие, которое может повлиять на ваш выбор. Вам должна быть интересна эта деятельность, даже если она, на ваш взгляд, не приносит доход. Дополнительно подумайте и о том, чем вам заниматься не нравится. Такой список будет не менее полезным. Так вы сможете сразу исключить то, что вы делать не будете. Никогда и ни при каких условиях. Либо придумайте способ делегировать эти неприятные обязанности кому-то более терпеливому. Получив ответы на эти вопросы, можете приступать к анализу. Внимательно изучите список занятий. Какие сферы встречаются чаще всего? Отфильтруйте лишнее и продолжите работу с оставшимися пунктами. Для каждой сферы выпишите несколько вариантов профессии и приступайте к освоению новых компетенций. Подумайте, как можно войти в новую сферу быстро и эффективно? Посвятите на изучение нового 1-2 часа ежедневно. Смотрите лекции, читайте статьи и публикации блогеров по теме. Уже на этом этапе станет понятно, ваше это или нет. Ищите то, что приносит вам удовольствие и заряжает желанием двигаться вперед. Вооружитесь прочной лопатой. Возможно, придется глубоко копать. Ответ не всегда будет лежать на поверхности. Вас ждут неожиданные открытия, если вы состыкуете две сферы. Допустим, вы любите рисовать и неплохо шутите. Объединив эти направления, получаем комиксы или скетчи, которые могут быть интересны другим людям. Или такой пример. Вы запойно смотрите сериалы и способны облечь свои мысли в письменную форму. Начните писать обзоры и рецензии. В общем, экспериментируйте по полной программе. Ускорить поиск себя поможет определение своего типа интеллекта. Американский психолог Говард Гарднер выделяет их целых 8. Вербально-лингвистический говорит о предрасположенности к иностранным языкам и сторителлингу. Логика-математический все, что связано с цифрами и анализом. Визуально-пространственный деятельность, связанная с искусством. Музыкальный ну тут все понятно. Телесный, кинестетический подходит в спорт и другие виды физической активности. Межличностный часто встречаются у педагогов и у руководителей. Экзистенциальный его можно наблюдать у успешных предпринимателей. И натуралистический есть тяга к флоре и фауне. Доминировать может один или два из них. Определившись с направлением, начинайте действовать. Сразу ищите информацию, развивайтесь, пробуйте. Не ждите подходящего момента, потому что моложе, чем сейчас, мы уже никогда не будем. А вам удалось найти свое призвание? Пишите в комментариях. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и курсором напомните колокольчику о его призвании уведомлять вас о новых видео. С вами была Лена и команда Центра Адванс. До встречи на обучении. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok